1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Всем привет! Сегодня у нас будет распаковочка. Давно не было распаковок на канале. Наверное, зимы, когда я в феврале заказывал предзаказ. Сейчас достану. Предзаказ вот этой вот манги. И там еще была разная манга. И с тех пор я вообще не снимал распаковок. Хотя покупал... По-моему, да, я покупал еще мангу после этого. Да, что-то я покупал. Ну и сейчас будет распаковочка с Валдбриса. Там не только манга. Там будет много чего. Ну как много чего? Четыре вещи. Нормально. Вот. Купил я это все вместе за 2000 рублей. Примерно так. 2100, 2200. Как-то так, наверное. И давай сейчас посмотрим, что я купил. Итак, ребята. Не обращаем внимания на лимонад. Это так просто. Вот. На полу сегодня буду снимать. Так поудобнее штатив с ним это, чтобы стоял черноголовка дюшес. Сейчас буду вам это все показывать. Давайте самое такое, наверное, неинтересное для вас. Это вот влажные салфетки. Влажные салфетки непростые. Это для рук. Они для мониторов. Сейчас покажу. Открываю. Опа. Вот такие влажные салфетки. Optic Lean 50 штук. Купил за 165 рублей. Не оставляют разводов. Для экранов всех типов. Вот. Для пластика. PDA. LSD. CRT. TV. Scan. Ну, то есть они для всего. Для телефонов. Для телевизоров. Для мониторчиков. Вот. Я ими пользуюсь уже много лет. Наверное, с 2015 или 2016 года. И мне они нравятся. Они приятно пахнут. Сейчас открою. Хотя нет, пока не буду открывать. Вот. И не оставляют разводов. Как обычные салфетки. Поэтому советую. Они продаются на Wildberries, на Озоне. В Fixed Price есть, кстати говоря. Только там подороже. Такая пачка рублей 200 наверное будет стоить. Вот. Следующее, что я вижу, это манга. Воскресенье без Бога. Том 1. Такая красивая облурочка. Такая тут девушка. 18 плюс, кстати. Видим там какие-то могилы. Кстати говоря, да. Вот сейчас в сюжет посмотрим. Мир, в котором никто не рождается и не умирает. А за людьми присматривают загадочные хранители могил. То есть, эта девушка, она хранитель могил. После смерти матери юная Ай живет в деревушке и весело проводит время с местными жителями. Девочка уверена, что она хранитель могил и не расстается со своей лопатой. Но однажды в деревню заходит мрачный незнакомец, который представляется хампни-хамбертом, игрушкой и людоедом. Именно так мать Ай называла отца девочки и говорила, что когда-нибудь он за ней придет. Манга Паватима Рана Б. Так, издательство. Это у нас Аст, как я понимаю, издательская группа Аст. Рэ. Так, давайте ее вскроем сейчас. Кстати, я хотел вообще от манги, тут еще будет комикс, от манги и комикса я хотел отказаться на пункте выдачи. Ну, когда шел на пункт выдачи, я хотел отказаться. По причине того, что... Господи, мотоцикл гоняют. По причине того, что... Я хотел купить на эти деньги игру в стиме, там просто на Far Cry все части были, скидка появилась. Вот, я хотел купить. Но когда на пункте выдачи увидел обложки комикса и манги, я передумал, что-то как-то... Прямо... Захотелось взять все-таки. Почитаю. Вот такая обложечка. Она снимается. О, смотрите, какая красота. Опа! Смотрите, какая красота, ребят. Мне вообще нравится прям. Прям постарались тут художники. И у нее вообще красиво. Мне прям нравится. Очень красивая манга. Тут цветные страницы. Вот, цветные странички. Ой, вообще красота, ребят. Мне прям нравится пока что. Вот. Прикольная такая рисовка. Милая такая девушка. Ну, как-то так. Вот немножко вам покажу. Надеюсь, не было спойлеров. Итак, следующее, что я вижу это комикс Plants and Zombies Конец времен. Графический роман. Вот это кто-то скажет детское, но я вам скажу так. Это для меня Plants and Zombies это просто легендарная игра детства. Да, наверное, не только для меня. Многие вот моего поколения люди, которым сейчас там шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Вот они наверняка играли в эту игру в детстве и у них только теплые воспоминания об этой игре. Вот. Шикарная игра была. Такая прикольная обложечка. Тут, как я понимаю, будет путешествие во времени, как во второй части. Вот. Plants and Zombies. Можете прочитать. В принципе, можете прочитать сами. Так. Ух ты, красивое оформление тут. Давайте немножко полистаем. Он такой, кстати, коротенький. Стоил пятьсот рублей. Дороговато. Дороговато. потому что страниц тут немного. А вот эта манга, она стоила семьсот рублей. Вот. Семьсот. Так. Давайте немножко полистаем. Тут зомбаки. какие-то новые персонажи. Именно вот люди непонятные. Да его-то я знаю по игре. А вот это кто? Племянники его, что ли? Итак, последняя вещь. Это новенькая клавиатура. клавиатура. Клавиатура с подсветкой KB240L от Gamebird. Или Gamebird. Не знаю, как правильно. Кто как читает. Подсветка. Скругленные клавиши. Вот это самое интересное в этой клавиатуре, потому что тут клавиши круглые, а не квадратные. Как обычно. Наш товар выбрали 150 миллионов покупателей. Не знаю, правда или нет. Давайте сейчас откроем. А для начала давайте я покажу вам клавиатуру, которую я сейчас пользуюсь. Смотрите, она какая обычная. Обычная черная клавиатура такая большая занимает. Вот мой коврик. Смотрите, сколько места занимает. Она очень старая, еще от первого моего компа. Вот. До нее мне... Ну, я ее к этому новому компу подсоединил, потому что моя клавиатура с подсветкой сломалась. Сейчас покажу вам. Вот такая моя клавиатура была от Defender. Тоже такая дешевенькая. Вот. Она сломалась. Смотрите, какая красивая подсветка. Тут три разных режима подсветки. Вот она. Покрылась пылью уже. Лежит, потому что давно. Ну, а эта клавиатура она стоила около 600 рублей. 600 с чем-то. Тоже недорого, как бы. Итак. Так. Пакована нормально. Сейчас поставлю камеру. Двумя руками открою. Опа. Вот такая клава. Прикольно, что клавиши круглые. Смотрите, ребят. Ну, фокусируйся. Смотрите, прикольно, да? Да. Короче, прикольно. Давайте подключим. Итак, ребята, вот какая красота. Смотрите. Все работает, все пашет. Осталось только мышку докупить нормальную, потому что у меня сейчас дешманское перфео, кстати. Перфео вообще не люблю фирму. Постоянно что-то ломается у них все. Но, тем не менее, мышка мне служит уже ну, три года. То есть, я ее купил, когда у меня сломалась какая-то там хорошая мышка. Пользовался некоторое время, потом отдал там родителям, потом сестра ей пользовалась. То есть, ей уже три года. Сейчас у меня опять мышка сломалась, моя основная. От Defender тоже вот была. И, собственно, пользуюсь пока перфео. Может быть, тоже потом от Gamebeard или вообще хотел, знаете, как сделать? Собрать вот колонки от Redragon. Вот сейчас у меня Redragon. колонки. Хотел собрать клавиатуру от Redragon, но она стоит там где-то полторы тысячи. И мышку за тысячу рублей от Redragon. Вот это было бы вообще идеально. Такой сет Redragon красненький такой. но в итоге у меня у меня такой микс получился, потому что Redragon они все-таки дороговатые. Вот колонки, допустим, тысячу рублей стоили. То есть, это уже не прям дешман есть, потому что колонки за 300 рублей от того же Defender. Ну так вот, такая вот клавиатурка. Тут только, к сожалению, один режим. Вот. Но тем не менее клавиши мне прям нравятся. Они круглые такие и мембранные, как я понимаю. Это называется мембранная, наверное. Не механическая, а мембранная. Вот такие. И здесь прикольно то, что под них не будет всякий мусор попадать. Вот просто будет между клавиш какие-нибудь там крошки, мусор. Просто берешь, стряхаешь, там, чистишь. Вообще легко чистить. Это мне, конечно, нравится. Все красивенько. Вот. Так. Тут у нас индикаторы. Допустим, нажимаю капслуок. Оп, загорается, да? Кстати, ребят, вот в инструкции изменение цвета или отключение подсветки. Это не работает. То есть, просто подсветка отключается. Цвет только один, да, режим. Fn+, это клавиша подсветки, это вот включается вот такой режим. Дышащий называется. Fn+, page up, это у нас повышение яркости. Давайте сейчас сделаем. Это понижение. Опа. Это повышение. Ну а на этом, ребят, все. Вот такая вот посылочка, 4 штуки. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. С вами был Горян, как обычно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Опа.